Привет всем, это канал StartAndroid, здесь Виталий Непочатов и сегодня у нас очередной урок из серии уроков по разработке в Android Studio. На прошлых уроках мы с вами узнали, что такое Intent и как он работает. Мы также научились из одного Activity вызывать другое. На этом уроке мы узнаем, как передавать данные между Activity. Мы создадим простое приложение, в котором будет два Activity. В первом Activity мы будем вводить какие-то данные, а второй экран будет эти данные отображать. Для передачи данных между Activity мы будем использовать механизм, который называется Intent Extras. Extras это дополнительный параметр Intent, который позволяет передавать данные из одного Activity в другое. Extras или дополнение, это пара ключ значения для дополнительной информации, которую нужно поставить компоненту, который обращается с Intent. Объект Intent имеет ряд методов Put для вставки различных типов дополнительных данных и набор методов Get для чтения этих данных. Дополнения устанавливаются и сочетаются как объекты Bundle с использованием методов PutExtras и GetExtras. Подробнее мы это рассмотрим на примере. Давайте создадим приложение. Создаем новый проект. Тип шаблона выбираем Empty Activity. Здесь у нас есть TextView. Давайте его удалим. Оно нам не понадобится. Вставим сюда поле ввода. Выберем EditText PersonName. А также добавим сюда кнопку, по нажатию на которую мы будем отправлять введенное имя во второй Activity. ID оставим как есть. А на кнопке давайте изменим текст. Таким образом, в поле мы будем вводить имя. А кнопка Submit будет вызывать второй экран и передавать на второй экран эти данные. Давайте найдем и объявим наши элементы в классе MainActivity. Итак, мы определили здесь поле ввода и кнопку. Кнопки присвоили обработчик Activity. Теперь допишем реализацию метода Unclick. Мы создаем Intent с использованием класса, а не с Action. Вспоминайте первые уроки по Intent. С этого способа мы начинали знакомство с Intent. Intent с использованием класса означает, что система просмотрит манифест нашего приложения и если найдет Activity с таким классом, то отобразит его. Класс ViewActivity у нас пока отсутствует, поэтому он выделен красным. Эта ошибка исчезнет, когда мы создадим ViewActivity. Итак, Intent создан, а дальше используется метод PutExtra. Он имеет множество вариаций. Но суть его в том, что он добавляет к объекту пару. Первый параметр это ключ, а второй значение. Мы поместили в Intent объект с именем Name. Name содержит значение поля EditText. Дальше мы отправляем Intent с дополнением с помощью метода StartActivity. Теперь давайте создадим ViewActivity. В макете второго Activity мы просто создадим TextView, который будет отображать пришедшие данные с первого Activity. В классе ViewActivity объявляем TextView. Находим его в коде. Затем получаем Intent и извлекаем из него объект String с именем Name. Это тот самый объект, который мы поместили в коде MainActivity. Формируем строку выводов в TextView с использованием полученных данных. Поскольку мы точно указываем в Intent имя класса, то в манифесте никакие Intent фильтры прописывать не нужно. Здесь мы используем явный вызов. Давайте теперь запустим наше приложение и проверим как оно работает. Вводим имя. Жмем кнопку. Отображается ViewActivity, которая считала данные из Intent и вывела их на экран. В Intent можно помещать данные не только типа String. В списке методов Intent можно посмотреть все многообразие типов, которые умеет принимать на вход метод PutExtra. Более подробную информацию вы можете найти на странице урока на сайте FandroidInfo. Ссылка на экране. Наш урок подошел к концу. На следующем уроке из этой серии мы будем вызывать Activity с возвратом результата. Вопросы по уроку вы можете задавать под видео или в нашей группе поддержки ВКонтакте. Если этот урок был для вас полезен, ставьте лайки. Подпишитесь на наш канал, если вы это еще не сделали. Смотрите другие серии наших видео уроков. А я прощаюсь с вами до следующего урока. С вами был Виталий Непочатов. Всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok